Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха. Под таким названием в Азербайджане проходит второй день международной выставки, посвященной приоритетной задаче – возрождению освобожденных земель страны. Ребил Карабах привлекла внимание как местных, так и зарубежных компаний и организаций. Экспозиция выставки охватывает самые разные сферы. Работу выставки продолжает освещать моя коллега Лидия Молодцова. Лидия, еще раз здравствуй. Как проходит выставка и какие новости? Студия, здравствуйте. Сейчас мы находимся в Бакинском экспоцентре на азербайджанской международной выставке «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха», приоритетной целью которой является возрождение освобожденных территорий. Хотелось бы отметить, что в выставке принимает участие 279 компаний из 17 стран мира. И сейчас мы находимся рядом с российским павильоном Новосибирской области. И с нами на прямой связи Алина Мусиенко, представитель Новосибирской области. Алина, здравствуйте. Расскажите о вашей компании. Что вы представляете? Мы представляем Новосибирскую область. Мы как организатор Центра поддержки и экспорта Новосибирской области регулярно участвуем в международных выставках и помогаем нашим предпринимателям нашего региона выходить на зарубежные рынки. Сегодня мы принимаем участие в замечательной выставке «Баку Билд». У нас в рамках нашего коллективного стенда принимают участие 5 компаний. На самом деле они самого разного направления. Это и строительное светодиодное освещение, это и лифты оборудования для жилых комплексов, для промышленных и в том числе для медучреждений, что на сегодняшний день сейчас это крайне важно. Это удобрения органические для растеневодства, это в том числе и Smart City, это инновационные технологии, так как Новосибирск это все-таки инновационный город, это инновационные центры Российской Федерации, было бы странно не привести с собой какие-то инновационные предприятия и их продукцию. Это электросамокаты. Что примечательно, что сегодня второй день выставки, это только второй день, и мы уже видим большую востребованность на продукцию наших предприятий. И что немаловажно, к примеру, компания, которая у нас делает умные остановки, Smart City и электросамокаты, у нее есть большой потенциал как раз-таки для развития и восстановления освобожденных территорий, для улучшения качества жизни и комфорта их жизни. Если мы говорим про удобрения, то это озеленение территорий. Это тоже немаловажно для любой страны, для любого региона, тем более для такого города прекрасного, как Баку. Что мы видим, что в рамках второго дня у нас с компанией провели очень большое количество переговоров, у нас уже есть возможность заключить контракты. Я думаю, что в рамках завтрашнего дня у нас покажет еще больше результат. И я уверена, что в течение, по результатам этой выставки, международной выставки Баку Билд, у нас только будут увеличиваться взаимоотношения между Республикой Азербайджан и в том числе Российской Федерацией, не только Новосибирской области. Потому что наша основная задача – это укрепление наших взаимоотношений. И если мы говорим про увеличение внешнеторгового оборота, все-таки не только между регионами, а между странами, то такая продукция, как и Smart City, это умные остановки, и как удобрение, и в том числе светодиодное освещение, я думаю, что они только помогут восстановить освобожденные территории в любом случае. И наши предприятия, все-таки инновационные предприятия в этом помогут. Организация выставки, на самом деле, на высоком уровне. Я, честно говоря, думала, что в рамках ограничений, всемирных ограничений, будет меньше спроса, меньше посетителей. Но я была приятно удивлена, что все-таки у нас очень много контрагентов. Мы провели достаточно много переговоров, посетителей все больше. Стенд организован на высшем уровне, организаторы большие молодцы. Я уверена, что в рамках следующего года мы не раз будем приезжать в город Баку и в республику Азербайджан и принимать участие не только в международной выставке Баку Билд. Я знаю, что есть еще прекрасные выставки, это пищевые отрасли и, по-моему, упаковка и сельскохозяйственная. И в рамках нашего региона мы будем также еще сформируем, вернее, делегацию, официальную делегацию региона с посещением города Баку. Алина, спасибо вам огромное. Я напоминаю, с вами на прямой связи была Алина Мусиенко, представитель Новосибирского павильона. Напоминаем также, что выставка продлится до 23 октября. Более подробно в вечернем выпуске новостей. Продолжение следует...